Первым рынком для кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения оказался американский, а сейчас новинку предъявили японской публике. Такая задержка объясняется тем, что три бриллианта готовили следующую генерацию подключаемых гибридов. Напомним, что модель переехала на модульную платформу от альянса Renault-Nissan. Однако, как выяснилось теперь, сохранила фирменную бензоэлектрическую установку. Она способна работать и в последовательном, и в параллельном режимах. Что это значит? На невысокой скорости колеса вращают только электромоторы, по одному на каждой оси. А ДВС лишь исполняет роль генератора для подзарядки тяговой батареи. Это последовательный режим. При увеличении скорости и нагрузки электроника замыкает сцепление, и атмосферная бензиновая четверка начинает вращать передние колеса через одноступенчатый редуктор, помогая электромоторам. То есть машина становится параллельным гибридом. К слову, ДВС работает по экономичному циклу Аткинсона, когда впускные клапаны закрываются позднее обычного. В итоге энергия расширяющихся газов используется более эффективно, что как раз снижает расход топлива. Впрочем, аналогичную схему использовал и прежний Outlander. Но тяговые электромоторы стали намного мощнее, а фирменная система управления вектором тяги, что распределяет момент между левым и правым колесом, теперь работает на обеих осях. Тяговая батарея, упрятанная под полом, повысила емкость, так что теперь проехать на чистом электричестве можно больше 80 километров. Этого должно быть достаточно горожанину, что использует машину для поездок на работу и обратно. Из других новшеств перечислим режим управления одной педалью, который обычно применяют на современных электромобилях. Это значит, что водитель может управлять ускорением и замедлением, играя только педалью акселератора. И, наконец, финальная. Внешне гибридный Outlander отличается от чисто бензинового с шильдиками и наличием дополнительного лючка, что скрывает зарядный разъем. А в салоне изменилась лишь графика приборов. В родной Японии продажи кроссоверов нового поколения начнутся до конца этого года, а затем бензоэлектрические Mitsubishi начнут предлагать и в других странах. Российские перспективы пока туманны. К слову, прежний гибридный Outlander оказался чрезвычайно успешным. За все время продано более полутора сотен тысяч таких автомобилей. И смена поколений, подкрепленная улучшением характеристик, должна лишь закрепить этот успех.